всем большой привет меня зовут алия добро пожаловать на мой канал о вязании моей жизни у нас с вами сегодня будет такое небольшое подключение небольшой эпизод о моих процессах мыслях планах готовых аксессуарах в общем во всем таком на самом деле я записала небольшой или большой отрывок несколько дней назад и каждый был вторник я думала что это будет как бы такое ежедневное подключение с тем что я провязала но как-то мои планы как обычно пошли не по планам все пошло не так и я только сегодня села подключилась и решила что ладно запишу вступление и запишу дальнейшие свои продвижения новые покупки и все такое в общем сначала мы посмотрим небольшой отрывок с тем что я записала во вторник а дальше мы встретимся снова в субботу 25 ноября чуть дальше вот все приятного просмотра до следующего подключения и так всем большой привет в этом эпизоде не знаю будет ли он во влоге или будет это отдельный эпизод поэтому просто я хотела сесть поболтать с вами рассказать какие у меня новости потому что у меня появилось больше времени когда у меня больше времени значит у меня хорошее настроение и когда у меня хорошее настроение значит я хочу вязать вот все взаимосвязанное и давайте покажу свои наверное готовые работы с них начнем дальше покажу вам свои покупки все как обычно давайте начнем с того что я показывала вам в прошлом влоге итак первая работа это мои довязанные носки которые я вам показывала тоже в прошлом влоге если не ошибаюсь я тогда начала вязать свой второй носок вот так он выглядит это первый носок да не такие разные но такая была задумка так что такая вот парочка у меня получилось они у меня получились одинаковыми никакой разницы нет ориентировалась я на вязание именно по полоскам то есть вот эти вот секции когда мне выходили на край спицы я тогда и понимала что вот там определенная часть провязана и вот буквально буквально вот так прикладывала второй носок к первому и ориентировалась по нему вот такая пара у меня вышла такие вот они интересные я бы сказала на самом деле мне не очень нравились сначала вообще поэтому они так долго у меня вязались но второй носок мне понравился больше мне кажется вот эти это секционные пряжи синим цветом хорошо смотрится а вот если смотреть именно носочек розовый здесь как будто бы вот это секционные пряжи вообще не выглядит так же интересно как в синем носке вот носочки показала пряжу постараюсь подписать на экране если не подпишу значит информация будет в инфобоксе под видео и давайте скажу что точнее заново повторю что носки у меня связаны в рамках марафона у инессы мы связываем остатки запасы пряжи в общем девочки вяжут не только носки мы вяжем там все что угодно я вот за месяц марафона связала две пары и на этом на самом деле все я в целом участвую для себя чтобы посмотреть вдохновиться другими работами что вяжут другие мастерицы поэтому это так знаете просто наверное просто время препровождение которое мне нравится не знаю как еще это назвать в целом я не участвую ради каких-то призов потому что ну я абсолютно не продуктивно у меня всего две пары и вот в целом покажу вот такие вот остатки у меня остались я думала что хотя бы что-нибудь у меня будет заканчиваться но нет и хочу также добавить что вот синий моточек как будто бы ушел больше чем все другие но еще вот секционный тоже убавился чему я рада в целом наверное можно еще что-нибудь связать но вместе я их миксовать больше не хочу такие вот остатки у меня остались простите за таптологию вот это вот первая пара и так вторая готовая работа это мои вторые носки которые я связала точнее довязала вчера второй носок ночью их постирала они у меня сегодня утром уже такие подсохшие я их пыталась отпарить но ничего не удалось такие вот они получились сразу скажу что второй носок это вот этот он у меня получился шире я вам рассказывала в прошлом влоге историю о том что я набирала первый носок то ли 68 то ли 72 петли и так и не разобралась в этом и в целом вязала вот пятку стронг впервые в жизни и вот в ней у меня какие-то вот такие заминки какие-то непонятные моменты произошли для меня и когда я начала вязать второй носок я вообще не поняла почему почему так происходит точнее при первом я поняла что у меня какое-то не то количество петель которое должно быть ну и при втором носке я решила сделать все правильно то есть я набрала 72 петли изначально так и вязала пятку вывязала вот как видите она прям очень это место широкое получается здесь у меня было прямо связано полностью 72 петли для пятки имею ввиду вот когда мы делаем прибавки потом я сделала убавки и специально еще с передней части убавила две петли чтобы они именно вот по стопе шли одинаковой ширины то есть чтобы один носок не был шире другого в этом плане у меня все удалось но вот где пятка там вообще вот носок просто на пол сантиметра больше получился поэтому такая вот пара это ализе артисан цвет девяносто четырнадцать и мне кажется вот в нашем марафоне остатки сладкие достаточно много девочек вяжут либо остатки из этой пряжи либо тоже полноценные носки у кого-то я там видела эту пряжу так что такой достаточно популярный артикул свою же очередь я увидела этот артикул кажется у валерии подпишу название канала на экране либо в комментариях могу путать может быть не у валерии я увидела может и другой мастерицы и мне так понравился этот цвет именно в моточке моточек выглядел интересно поэтому я и себе решила заказать летом эту пряжу и вот только сейчас добрались мои руки до нее что удивительно не год она у меня лежала и такие носки вышли по граммам я вам не говорю и не подписываю сколько весят мои носочки потому что у меня все еще нет батарейки весах поэтому простите пока граммов не будет никаких измерительных других весов у меня нет для носков для таких маленьких вещей единиц так что наверное когда у нас будут итоги конкурса точнее итоги марафона это будет в конце декабря начале января тогда вот эти граммовки может быть я выложу в телеграм-канале но это не точно поэтому вот никаких никакой информации по грамм у меня к сожалению нет для вас это вот моя вторая готовая работа и последняя сегодня дальше покажу свои продвижения свои покупки и в целом поделюсь своими мыслями давайте тогда я вам сразу покажу свои процессы потому что мне кажется все-таки после готовых работ должны эти процессы какие-то такие новинки и так первое что я начала вязать просто начала это начало шапки просто резинка один на один вижу из такого вот моточка это у меня инфинти дизайн альпака вулл или big альпака вулл точно не помню здесь у меня вот так вот смотано два мотка если я не ошибаюсь цвет постараюсь подписать на экране либо оставить фотографию у меня есть один целый моточек нетронутый и вот из двух я не знаю сколько раз я пыталась вязать шапку раз пять мне кажется если не больше поэтому да я не знаю какой раз я пытаюсь вязать из этого цвета шапку я надеюсь что она у меня получится но сразу скажу что я подозреваю что она у меня получится какой-то маленькой поэтому у меня цель просто ее связать возможно на наличие либо кому-то на подарок и на этом все мне очень нравится этот состав если не ошибаюсь там 50 процентов шерсти 55 альпаки или наоборот и альпака альпак альпаки я не знаю в общем простите я каждое видео по разному называю это все зависит от моего настроения в общем состав хороший у меня есть шапка связанная из пряжи фьюжн и она такая очень теплая у нас сейчас как раз выпал снег и я до минус 15 минус 20 и и спокойно могу носить дальше не могу я ее носить потому что мне задувает в уши вот в эти места на мне какая-то такая свободная получилась первая моя шапка может быть если эта шапка будет как раз я ее оставлю для себя но дальнейшем я поделюсь с вами еще одной мыслью в которой возможно которая не допускает еще одну шапку наличие еще одной шапки для себя в общем всех запутала и себя в том числе первый процесс так вот вижу сейчас скажу что что за номер спиц это спицы три с половиной лики дрифтфуд мои в общем маленькие любимые деревянные спицы такой вот процесс постараюсь наверное связать надеюсь получится в общем пятый раз вязать шапку это мне кажется издевательство для матка просто посмотрите он уже стал такой как будто его уже успели поносить эту ниточку изделие из этой ниточки так это вот был мой первый процесс и мой второй процесс это носочный процесс из такой вот красоты я вчера в ночи и вот столько связала как можете видеть не очень много но в целом тут резинки 15 рядов и 16 рядов узора сейчас скажу что за пряжа это получается лана гроз и майлин вайт твит и цвет 173 состав здесь 80 процентов шерсти 20 процентов полиамида я с этой ниточкой знакома вязала уже две пары носочков из бежевого цвета из красного цвета и сейчас у меня какой-то бум на вот этот цвет я не знаю я себе и заказ сделала с этим цветом я я не знаю просто какая-то любовь произошла и произошла она из-за того что в один день на прошлой неделе когда у меня был выходной я гуляла в центре нашего города и увидела двух девушек в разное время в разных местах вот в пальто они были такого цвета я просто ну когда вы идете в этой массе людей в этой серой погоде и видите такой яркий цвет а еще это пальто полноценное длинное то сразу замечаете это изделие эту вещь эту девушку этот цвет и я вот просто увидела обеих девушек и подумала блин у меня лежит такой моточек пряжи я должна связать носки и я уже сразу знала что это будут не просто носки лицевой гладью а с узором в общем цвет очень классный мне очень сейчас нравится я прям не знаю какой-то новой эре я не знаю в новом моменте в любви к этому цвету такой вот ягодный классный насыщенный глубокий и мне кажется через камеру не очень хорошо передается вот что я начала вязать вяжу на спицах чагу 225 вязала здесь скрещенные лицевые петли в резинке изнаночные вязала как обычно не бабушкины и вот такой вот узор пока не очень понятные но в целом я вязала похожий узор весной 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 вязала носки из пряжи от yarn by stu вот и на самом деле тут цвет такой темноватый узор не особо считывается но мне кажется когда все это постирается станет намного мягче чем сейчас оно есть то вот на ноге будет очень классно смотреться у меня здесь рапорт узора состоит из 8 петель поэтому я здесь набрала 64 петли и вот так вот вижу резинка кстати у меня один на один и дальше я после резинки провязала один лицевой ряд просто и начала вязать узор узор я этот взяла из книги которые у меня который я вам уже показывала здесь много разных красивых узоров я взяла чуть попроще этот узор просто состоит из лицевых и из изнаночных петель поэтому ничего сложного нет вяжу по узору из этой книги еще раз повторюсь называется текстуры и а татьяны уджевиц вот такие новости цвет просто меня покорил я вчера работала работала и думала все о том как я приду вечером и начну вязать носки из этого света что меня мотивирует вдохновляет да вот так и в целом хотела бы с вами еще поделиться кое чем сейчас тоже покажу расскажу в общем не знаю показывала ли я вам вот этот свитер и вообще рассказывала ли я что-то о нем простите что так говорю мне немножечко туплю в общем такой вот свитер у меня есть и он без рукава и связала я его в марте по вот этим я не знаю как сказать типа жаккардом узором я не знаю как это назвать вы знаете что я вяжу всего лишь год спицами начинала я его в марте соответственно к тому времени я вязала на спицах месяца 3-4 и да я такая думаю так ну пора уже прогрессировать и начать вязать что-то интересное и вот что-то такое я связала с одним рукавом но этот рукав просто посмотрите на эти цвета я же говорю сейчас в новой эре я его вытащила вчера и подумала господи ну надо его довязать раз у меня новая эра фиолетового какого-то цветок фиолетового бума то нужно его закончить вот в общем думаю как-нибудь на днях тоже я и закончу его тут очень классные составы очень классный пряжи классные артикула в общем я здесь смешала все что могла и не могла единственный минус того что я ну действительно я не понимала как вязать и делала все по наитию так сказать вот что происходит с внутренней стороны я в марте этого года думала вот будет теплый свитер а в марте уже начало теплее как-то снег начал таять я подумала мне такой теплый свитер не нужен оставлю его зимой довяжу ну и вот время пришло но я тогда не хотела прятать вот эти многочисленные кончики и соответственно я сейчас этим не очень хочу заниматься но нужно я тут с одной стороны уже попрятала попрятавала попрятала кончики пошивала свои дыры вот эти которые образовались от того что я меняла нить и вот с одной стороны вообще к этому не приступала не знаю зачем я отрезала вот эти вот переходы нити которые вот оставались по внутренней стороне мне кажется их можно было оставить либо немножечко по-другому связать этот свитер но вот что есть то есть вязала я на спицах больших и честно вам признаюсь я не знаю на каких спицах я вязала то ли на пятерке то ли на шестерке поэтому я не знаю какой рукав у меня получится второй то есть надеюсь что не очень рыхлый и не очень плотный вот поэтому я буду стараться попадать в плотность возьму наверное пять с половиной спиц или пять и попробую начать вязать потом буду ориентироваться потому что у меня будет получаться ну и соответственно второй рукав у меня уже таким красивым не получится я буду смешивать разные цвета при вывязывании этого рукава в общем да посмотрим что выйдет мне очень нравится этот свитер несмотря на то что может быть он вам кажется таким несуразным непонятным но я его вчера вот примерила снова вдохновилась но влюбилась в этот цвет в эти цвета точнее и прям очень хочу его довязать вот у меня лежит с марта надо бы конечно его закончить потому что как-то не хочется его держать так долго хочу в общем готовую работу мне нужен свитер я вот в этом свитере живу мне кажется этот свитер из лайм и еще один свитер у меня есть который я вязала мой первый свитер и все остальные свитера это уже мои как бы паутинки не свитера вот и из теплых вещей мне особо ничего нет а вот он будет мне кажется максимально теплым потому что здесь подпишу список и этих многочисленных моточков которые я здесь использую использовала точнее вот в общем составы там классные это инфинити дизайн это лана гросса и вот и шелк точнее шелк говорю и махер на шелке и альпака альпака на шелке в общем просто бомбезные составы мне кажется и цвета и не очень нравится этот свитер все хватит про него я думаю рассказала и надеюсь что в следующих либо подключениях либо во влоге я вам покажу уже готовый полноценный свитер на себе и очень надеюсь что запрячу все кончики потому что их там очень много заправлять кончики я вообще не очень люблю когда их так очень много давайте я вам тогда покажу свои последние покупки что вообще я купила и в целом их не очень много но у меня еще идет две посылки из которых тоже там будет для меня не очень много чего но я вам тоже покажу все итак давайте приступим покажу что я заказала и так все мы очень любим мегамаркет поэтому недавно где-то наверное неделю полторы назад у них был промокод мое хобби 23 от покупки от 4000 что там 1000 или 2000 скидка была ну я решила что надо что-нибудь себе заказать как же без новой пряжи заказала я прошу прощения за упаковки за вот эти упаковки они мне такими пришли поэтому я ничего с этим поделать не могу в общем заказала вот такую вот я красоту решила не заказывать обычную регию и заказать вот снова вот эти вот моточки с короной которые мне очень нравятся регия премиум давайте начнем с верхнего моточка это кашемировая ниточка темно-синего цвета здесь получается на 100 грамм примерно 400 метров так указано 65 процентов шерсти 25 процентов полиамида 10 процентов кашемира никогда еще не вязала не пробовала регию премиум хотя у меня есть уже один моточек снова с мегамаркета такой вот темно-синий цвет который у нас является 3058 по-русски сейчас конечно сказала ну ладно я подумала что возможно когда-нибудь он мне пригодится для вязания перчаток хотя вот я перчатки пробовала вязать один раз так и не довязала и поняла что мне не очень процесс это нравится но как говорится не все вечно поэтому возможно когда-нибудь я решусь вязать перчатки и буду вязать вот из этого цвета и из этой пряжи мне кажется состав классный из подобной ниточки я вязала себе носки зеленые правда ниточка была лана гросса то есть немножечко другой артикул там и кашемира на пять процентов меньше поэтому я вот думаю что эта нитка еще мягче чем лана гросса так это был первый моточек второй моточек это сил калор такая секционная пряжа получается здесь в составе шелк здесь 55 процентов шерсти 25 полиамида и 20 20 процентов шелк сейчас скажу что за цвет 3 018 тут мне очень нравится что сразу получается показано каким будет носочек то есть прям сразу на этикетке есть фотографии или рисунок не знаю и кажется уже этот моточек много кто купил и вот много у кого я его увидела и подумала что мне тоже нужен здесь если что тоже на 100 грамм примерно 400 метров как и указано я вам не вру и такая вот красота очень мягкая приятная отправляется в мои запасы я этой осенью сентябре связала носки по которым сняла мастер-класс тоже из пряжи с шелком правда состав опять-таки был лана гросса и мне кажется они в целом похожи она такая мягкая плывучая не знаю как ее назвать в общем такая она не держит форму вот наверное так проще всего и правдоподобно описать эту пряжу господи у меня какая-то загрузка прошу прощения так и последний моточек который я заказала и скорее всего который я тоже видела как будто бы слава заказывала его честно я не помню это бамбу регия бамбу состав здесь 45 процентов шерсти 30 процентов вискозы и 25 процентов полиамида такой красивый зеленый цвет приглушенный не яркий не яркий такой как салатовый в общем мне очень понравился он очень симпатично выглядит ниточка такая уже как будто бы шершавенькая как будто бы вот эта вот шерсть она и чувствуется в составе не знаю это вот вискозы или не вискозы так ощущается если честно но больше как будто бы здесь все таки шерсти чем вискозы вот в целом тоже пока ехал до меня этот моток он немножечко потрепался поэтому красоты особо я и не ждала главное что все доехало все приехало ко мне и помимо пряжи я заказала вот эту маленькую красоту на самом деле я давно смотрела на вот эти вот маркеры это получается тюлип талип мой инглиш сейчас отключился как и мой мозг поэтому прошу прощения просто вот тулип вроде все так называют на русскоязычном ютубе эти эту марку этот бренд я долго думала какие мне нужны по миллиметрам маркеры я почему-то подумала если заказывать сердечки вот эти вот большие 5-6 миллиметров то это совсем будут гигантские маркеры и заказала на 2-3 миллиметра да и они вот такие вот крошечные на самом деле думала я что они будут чуть побольше но в целом например если вязать носки то как раз таки их можно использовать не знаю почему я вчера их не использовала я их все еще не открыла кстати ну ладно вот в общем такие вот маркеры я решила заказать вместе с пряжей и так мне кажется вот это самая необходимая вещь которая мне нужна была на протяжении всего года но я так до нее и не добралась это получается наконечники для спиц если можно так назвать которые придерживают ваше вязание ваши проекты когда вы их либо храните в открытом доступе либо перекладывайте сумочки в сумку поэтому вот эта штука наконечники для спиц очень полезны я взяла на 4 6 половиной миллиметров это такие вот тюльпанчики я так понимаю я их уже открывала примеряла правда на тоненькие спицы но в целом штука мне кажется незнаменимая я буду еще какие-нибудь другие покупать они по качеству достаточно хорошие и давайте я вам просто покажу как они хранятся вот так вот открывается это все и вот так вот они выглядят такие вот крошечки сейчас вам покажу кстати сразу как они выглядят на спицах правда спицы у меня три с половиной то есть вот так вот легко и просто эти наконечники можно на спицы одеть и все и ваше вязание под защитой тюльпанчиков вот такая вот милота красота я видела еще много разных всяких наконечников которые опять таки хотела заказать но так мои руки до них и не нашли поэтому вот мне кажется вообще классная вещь просто мне кажется я так и оставлю не знаю слетают или нет нет кстати держится хорошо достаточно и так прошу прощения запись прервалась я просто сказал о том что я оставила эту шапку с этими наконечниками и что это очень удобная вещь мне также положили в подарок вот такой вот небольшой магнитик который можно прикрепить на холодильник и написать например список продуктов или список задач на день то есть тоже такой небольшой подарочек тоже наверное пригодится когда-нибудь а может быть и нет не знаю и в целом с этими покупками с мега маркеты это вот все и наверное больше в этом году очень надеюсь что я там ничего не буду заказывать из пряжи потому что я поняла что в целом не носочных моих составов носочной такой пряжи достаточно мне ее хватает и нужно уже что-нибудь из нее вязать в целом очень много планов я вот прям каждый день когда что-то красивое вижу у других мастериц думаю мне оно надо я хочу это связать вот из недавнего это были варежки я вам постараюсь прикрепить скотиншоты на экране чтобы вы понимали о чем я говорю я на днях купила в день глобального шопинга себе шубку такую небольшую такую как бы на теплую погоду можно сказать не на морозы и сейчас я думаю над тем что мне нужны варежки из букле хотя у меня есть один моточек тоже реги который я показывала кажется в сентябре или в августе реги альпака вул или как-то так она называется такая пушистенькая симпатичная пряжа в общем из нее я хотела связать такие базовые перчатки из букле теперь я думаю тоже не перчатки варежки из букле я думаю сейчас тоже связать вот варежки к этой шубке но не знаю из какого букле вообще вязать и как вообще можно связать варежки потому что вот эти буклешки они в общем мне кажется это очень сложно не знаю но хочу и не знаю с какой пряжи сейчас вообще букле оно очень очень дорогое мне кажется как вся пряжа наверное но все таки вот опять-таки очень много планов очень мало времени и слишком много пряжи не знаю в общем из чего вязать точнее у меня нет букле вот я про это в целом такие вот у меня новости планы хочу довязать вот этот свитер красный свитер где-то там за моей спиной на диване у меня лежит его я совсем чуть-чуть продвинула получается вижу сейчас спинку просто поднимаю вверх вот эти ряды до вот этих вот до плечей до плеч я не знаю как плечей господи простите до плеч поднимаю в общем и не знаю вообще когда я закончу его в общем очень долго кстати вязала я вот спинку и спинку получается на спицах номер три чагу специально вот решила их испробовать можно так сказать и особо вот вот эта вот разница между тремя с половинами которые я вязала по кругу и тройкой она небольшая поэтому я решила использовать чагу и из-за того что у них классные стыки чем на как они называются разъемные нитпро в общем чагу намного лучше быстрее шло у меня вязание без каких-либо прерываний без какие без какого-либо проталкивания петель то есть все скользит достаточно хорошо я пока правда пересняла основанный нитпро просто на леску но вот думаю тоже надо будет немножечко повязать не знаю сколько рядов мне в итоге получится одинаковые или не одинаково спереди и сзади но мне кажется особой разницы как будто бы и нет если они получатся по высоте по сантиметрам одинаковыми мне кажется свитер получится очень коротким я когда получается закреплю вот эти части плечи скос плечей я не знаю как он называется в общем простите не сильно я в этом все когда я вот здесь вот все завершу я его постираю потому что я боюсь что мне просто будет до пупка после вто я вообще ориентировалась вот на этот свитер но уже получается когда я отвязала высоту вот снизу вверх когда я вязала я поняла что он уже не получается короче но и в целом вот этот вот свитер из лайм он мне оверсайзный такой он такой большой широкий длинные можно и как бы и покороче и поуже связать свитер в этом ничего страшного я не вижу все таки не хочу быть как в мешке особо вот я в нем как в мешке и мне этого достаточно вот насчет красного свитера я вам покажу когда у меня хоть что-то будет готово пока я просто на словах уже второй второй влог подряд второе видео подряд описываю что у меня с ним но я думаю в целом те кто вяжет свитера меня понимают вот наверное из новостей это все я сделала еще одну покупку это был моточек мохера от ализе или айарна арт что такое ездила тоже в наш казанский магазин вот этот вот оптовый большой от уж маркет взяла там один моток для того чтобы связать носки попробовала соединить вместе с тем моточкам регины который вы видели в позапрошлом влоге когда я вязала на спицах ади еще я еще не сломала их вот я думала что получится у меня связать такой симпатичный носок но из-за того что мохер слишком плотный у меня получался какой-то просто бабушкин носок который не тянулся ни в какую сторону он просто у меня замер в одном положении я так отвязала рядов 20 потом подумала нафиг мне такой носок нужен он мне не нужен и распустила я потому что хотела связать что-нибудь из регины и я вам уже об этом говорила вот в тех влогах вот такие новости с этим мохером в общем не удалось мне ничего не знаю буду ли я пробовать еще раз присоединять к этой регине мохер или нет посмотрим пока вообще не трогаю те носки ту пряжу точнее вяжу вот сейчас вот этот вот сиреневый фиолетовый свой носочек и очень этому рада я вот очень надеюсь что сейчас на камеру вот эти вот мотки которые слева от меня они не выпадают потому что я весь влог сняла опять таки вот так вот точнее не влог а это подключение косок криво ну ладно надеюсь вы меня за это простите потому что у меня телефон записывает ровно 8 минут дальше запись прерывается поэтому каждые 8 там 6 5 минут когда я уже договорю я встаю отключаю снова включаю и за это у меня всегда прыгает кадр не знаю в общем как это предотвратить мне кажется никак это просто особенности моего телефона и объемы с занятой памяти в общем память у меня на телефоне занята вся практически поэтому мне достаточно тяжело снимать долго и поэтому я всегда прерываюсь прошу прощения если вас это напрягает я это абсолютно понимаю мне эта тема не очень нравится но что поделать в общем как есть так так и стараюсь я снимать так и стараюсь я монтировать вот в целом это просто про технический момент не знаю зачем я это упомянула в целом давайте я сделаю какие-то тоже подключения позже мне кажется через несколько дней и уже концу ноября это видео будет на канале я еще также хотела бы наверное сделать что-то типа вязального подкаста и скажите мне в комментариях стоит ли такую рубрику вводить смотрите ли вы вязальные подкасты я смотрю не очень нравится и в общем и целом записного прервалась я у вас спросила про вязальные подкасты я хотела бы знать узнать значение ваше мнении смотрите ли вы их как относитесь интересны ли вам потому что я люблю очень длинные визуальные влоги на самом деле я люблю подкасты мне очень Мне очень нравится слушать, смотреть девочек, мне нравятся и процессы смотреть, и готовые изделия, и планы, в общем, и пряжу, и все вот это я очень люблю. Я поэтому и снимаю подобные влоги, видео, эпизоды, не знаю, как их назвать. Наверное, все-таки у меня больше в последнее время выходят эпизоды, чем влоги, но как получается. Вот, в общем, напишите свое мнение о подкастах, и в целом я уже прекратила болтать в том отрывке, который у меня не записался. Поэтому я буду ждать ваши комментарии, и встретимся в следующих подключениях. С этим подключением на сегодня все. Все, всем хорошего дня, спасибо за внимание. Итак, я снова с вами, снова сегодня в субботе, и давайте я вам покажу, что вообще нового у меня произошло за эти дни. Давайте для начала расскажу, что я за последнюю неделю потратила кучу денег, просто кучу, на заказы, на пряжу, на покупки. Вот эта вот черная пятница просто оторвала все деньги из моего кошелька и распространила вокруг. Не знаю, в общем, я потратила очень много денег, купила много пряжи, покупки в целом у меня были, и как-то вот, я не знаю, вот так деньги у меня просто разошлись. Не знаю, как у вас. Расскажите, что вы купили на черную пятницу. Я на самом деле сделала заказ в магазине Холливул, заказала там несколько красивых моточков, пряжи, которые я вообще никогда раньше не использовала, не видела, не щупала. В общем, будет такой следующий влог у нас, наверное, просто с распаковки этой посылки. Спойлер, я очень ее жду и очень хочу уже все вот это вот пощупать, ощутить, как все это выглядит, насколько оно красивое, и уже просто поймать еще одну долю вдохновения. Вот, это небольшая отсылка. Я вот смотрю на подоконник и думаю, с чего начать, что связала или что купила. Ну, купила я на самом деле не очень много для себя. Давайте, с этого и начну. Как раз сегодня сходила и получила. Эти вот такие вот два моточка. Sunnysgarn Kos. Очень-очень-очень-очень классные. Я почему-то раньше их не видела в магазине, наверное, потому что они не нужны были мне. Но сейчас у меня такая вот мания какая-то на вот этот вот фиолетовый цвет. И вот такая вот красота пришла. Заказала я их для шапки, скорее всего. Так, это получается цвет 4-6-6-0. Здесь получается состав 62% бейби альпака, 9% шерсти и 29% нейлона на 50 грамм 150 метров. Это получается такая шнурковая пряжа и достаточно приятная, пушистая, потому что здесь все-таки альпака. Опять-таки я неправильно ставлю ударение, простите. В целом мне очень нравится этот цвет. Я не могу, я прям... Я влюбилась в эти фиолетовые все цвета, я не могу. Мне кажется, на меня так повлияла просто Катя Ринг, которую я смотрю. У нее тоже там какой-то бум на такие цвета. Она вот долго вязала кардиган из такого подобного цвета. И сейчас в последнем ее влоге я тоже увидела, что у нее там еще моточки из тоскания твит. Поэтому вот какой-то бум на такой вот цвет. И мне кажется, он сейчас довольно-таки популярный и красивый. И даже если он перестанет быть популярным, он не перестанет быть красивым и привлекательным. Так, это моя сегодняшняя посылка, которая до меня дошла. Несколько дней назад я заказала в Твитру, на Твитру точнее, вот спицы себе новые. Какой-то у меня тоже бум на спицы Чиагу. Видимо, из-за того, что я много работаю, я решила много себя баловать. И это уже, получается, третьи спицы за месяц. Это спицы, которые на красной леске идут, Red Lace. И, получается, здесь я взяла 2,5 мм на 100 см. Тросик. В общем, буду пользоваться. И, мне кажется, как в обычной работе. Там с чем-нибудь. Не только с носочками, в общем. С шапочками, может быть, с шарфиками. Посмотрим. 2,5 мм это, конечно, мало. Но, я думаю, мне они пригодятся. Я уже думаю, надо было еще и двойку заказывать. Ну, ладно. В общем, тоже такое небольшое пополнение. У меня, получается, есть 2,25, 2,5 и 3. Так. Это вот то, что я заказала. Все это было... Точнее, спицы были из Твитру по Черной Пятнице. Там, получается, скидки были вообще на много... На все, точнее. Я вот успела именно в те дни, когда было 20%. Или 15%. Вот, в общем, максимальная скидка. А вот эти моточки я заказывала в нашем казанском магазине, который у нас закрывается, к сожалению. Называется Knit Berries. Я очень люблю этот магазин. Очень его рекомендую. Там еще остались очень классные артикула по очень хорошим ценам. Если вам нужна, там, носочка, например, с одной из гарн, там еще есть несколько моточков. Есть пряжа от Gazal. От Infinity Design что-то осталось. Тоже там, кстати, носочка есть. Есть еще Kutnor и Lanagata. В общем, интересные артикула. Можно полазить на сайте. С вами в целом потом продавец, владелец сайта и магазина свяжется. Как будете оплачивать, господи. Какие-то страшные звуки. В общем, вот. Рекомендую. Там еще остался этот цвет. Если вдруг у вас тоже какой-то бум. Или вы тоже, может быть, захотели связать себе шапку или что-то еще. Мне кажется, вообще беспроигрышный вариант. Я, конечно, и шнурковой пряжей еще не вязала шапку. Но думаю, что мне она все равно прослужит хорошо. Потому что состав здесь хороший. И еще хотела добавить, что я смотрела недавно, опять-таки на этой неделе, кажется, влог Ани. Подпишу канал на экране либо в описании. И я ее тоже смотрю с самого основания ее канала. И она получается каждый влог показывает какие-то моточки пряжи. И я думаю, блин, ну все надо, вот все надо, все абсолютно. Мне прям очень нравятся ее вкусовые решения, сочетания. Вот прям очень мне близко вот это вот все. И она тоже показала вот эту пряжу. Но, кажется, в сером цвете у нее было. И на тот момент я уже заказала эти моточки. Я просто сказала уже, когда они мне придут, я думаю, блин, ну вот это вообще просто точно попадание. И еще у нее очень красивые моточки носочной пряжи, которые тоже мне очень-очень нравятся. Вот, если вдруг вам интересно посмотреть какие-то новые каналы, ну как новые, не новые каналы, просто девочек, которые тоже снимают влоги, я вот стараюсь всех всегда оставлять в инфобоксе под видео, то есть в описании. Вот, в целом, все с этим моточком. И давайте я вам расскажу, что я связала. В целом, из моих многочисленных планов сбылось вообще немного. То есть я прям максимально уделяла время только одному своему процессу. Сейчас я вам его покажу. Мне кажется, чай с лакрицей это самая лучшая вещь, когда твое состояние просто непонятно, когда ты уже переболела и собираешься снова болеть. В общем, да, рекомендую чай с лакрицей, солодкой, со всякими вот этими вот, с травами. Мое самое любимое. Мне кажется, вам немножечко странно меня сегодня видеть в пиджаке, но у меня сегодня максимально было женское настроение. Мне нечего было надеть. Я несколько раз сняла себя, сняла подключение, точнее, с вами поздоровалась. Сначала в одной одежде, потом надела рубашку, поняла, что это не то. И поняла, что нужно показать свой пиджак. Поэтому прошу прощения, если вы смотрите в экран, а не только вяжете под влоги, то да, я вот какая-то сегодня такая в настроении официальном. Итак, мой процесс, который готов, это вот такой вот носочек из Ланы Гросса Мэйлен Вайт Твит, который я вам показывала в прошлом включении. Кажется, я начала показывать вам уже сам процесс. То есть я тогда уже начала. Получается, вот за... Я не помню, когда я его начала, если честно. Я его, кажется, то ли выходные начала в прошлое. Так много слов начала, простите. Вот. Такой носок. Сегодня довязала, несколько часов назад закрыла мысок. Я почему-то вчера в ночи думала, что у меня так много, оказывается, петель осталось на мыске. Я думала, ладно, оставлю на утро, утром закрою носочек этот. А сегодня села и поняла, что у меня на закрытии как раз мыска осталось по 10 петель. И не поняла, в чем была причина такого продления. В общем, могла вчера все закрыть. Стирать, точнее, проводить ВТО я не стала, так как хочу связать второй носок и вместе их уже постирать. Маркерами здесь обозначила, что вот здесь у меня получается пятый, точнее не пятый, четвертый ряд рапортов узора. Не знаю, как назвать. И здесь на стопу у меня ушло полных четыре рапорта узора. И вот здесь провязала половинку как раз к мыску. Получился носочек на мой размер. Мне кажется, это мой первый носок за весь год, когда я связала прям полноценно на свою ногу с пяткой бумеранг. То есть ничего у меня вперед не уезжает, потому что не мой размер. И в целом хорошо сидит на ноге. Пряжа колкая, жесткая, не очень приятное вязание. Но, если честно, вот эти вот крапушки, этот цвет просто все минусы предотвращает и влюбляет в себя. Такой вот у меня бум на вот эти цвета. Не знаю почему, вот, ну, можете увидеть, что в целом цветовая гамма плюс-минус, она рядом находится все в палитре цветов. И мне очень нравится. Эти носки я оставлю для себя. Так как, если вы смотрели мои прошлые влоги, я в одном из влогов делала распаковку. Это было в октябре. Я сделала себе подарок на день рождения из двух мотков Ланы Гросса. Так что да. И вот такой вот моточек, простите, и такой вот моточек у меня получается остался. Господи, там кидают снег. Я прошу прощения, мне так страшно всегда. Такой моточек остался. Мне очень нравится вот эта вот скрутка. Мне кажется, она достаточно аккуратная. Как будто бы в прошлых мотках была немножко другая скрутка, либо же я вязала с внутренней части и вообще вот не видела, что тут происходит. В общем, вот столько осталось. По весу, как обычно, я вам не подскажу, сколько это все у меня весит. Предполагаю, что мне хватит все равно на второй носок и немножечко останется. Мне кажется, благодаря узору все-таки расход пряжи, он побольше. Не знаю, радуетесь ли вы, когда у вас остается маленький клубок, клубочек, точнее, из моточка, точнее, остается маленький остаток. Я вот радуюсь, потому что я не очень люблю вот эти остатки в 30 грамм, в 40 грамм. Я потом думаю, что нужно связать еще одни носки. Но и в целом было бы проще, конечно, избавляться от остатков, провязывая, вывязывая детские какие-нибудь носочки. Но в моем окружении нет маленьких детей, для которых я бы хотела делать там подарки и все такое. Поэтому просто вязать на наличии не вижу смысла. Так что в целом, да, надеюсь, что извяжу, останется небольшой остаток, его куда-нибудь запущу. И так мы распрощаемся с этой пряжей. Носочек вязала в марафоне Уинессы, в рамках марафона Уинессы. Остатки сладкие. Завтра у нас будет, получается, отчет недели, как-то так он вроде называется. Я вот просто, скорее всего, ничего не обещаю уже, начну вязать второй носок. Просто, мне кажется, резинку, может, сегодня свяжу. Посмотрим, не знаю, у меня на сегодня тоже много планов. Я вообще сегодня хочу выложить это видео, так как у меня прошлый отрыв получился на полчаса. Это очень много. И вот благодаря еще вот этому подключению видео, мне кажется, получится минут на 40, на 50. И я думаю, это хорошо. И вам это нравится. Напишите в комментариях, какие видео вы смотрите. Я знаю, что большинство девочек смотрят длинные видео. И я сама того не замечаю, за вязанием смотрю и по часу влоги. Конечно, по полтора часа для меня уже сложно смотреть, поэтому я смотрю где-то минут 40-50. Вот просто вяжу, слушаю, смотрю, и как-то незаметно это время пролетает. А когда я смотрю какие-нибудь подкасты про True Crime, там, и два с половиной часа для меня тоже пролетает. Я просто, мне кажется, врастаю в диван, и это время проходит просто мгновенно как-то. Да. В целом, из процессов у меня больше ничего нет. Я, на самом деле, за эти четыре дня повязала немножко свитер, прям вот красный который. Повязала его так, чтобы уже не хотелось бы его вязать, а снова к нему приступать. Вот. Так я и пошла до плеч. Сегодня 25 ноября. У меня осталось, получается, пять дней. И мне кажется, я его не подниму настолько, насколько я его хотела поднять. Хотя еще у меня есть пять дней. Это как будто бы даже много. И, наверное, я вам все рассказала и все показала. В следующем влоге у нас будет распаковка из Holy Wool. И, наверное, на этой ноте мы с вами закончим на сегодня. Сегодня постараюсь выложить видео в субботу в воскресенье. Возможно, оставлю его на следующую неделю. Как-то не успеваю я и не укладываю свои планы. На самом деле, то, что хочу связать, не вяжу. То, что хочу снять, не снимаю. И как-то так вот время, оно проходит, пролетает, я бы даже сказала. Надеюсь, что у вас все-все хорошо, что ваши процессы вас радуют, что у вас хорошая погода, на самом деле. Мне кажется, уже везде наступила зима, у нас в том числе. Мне очень нравится, что наступила зима, и все стало таким светлым, белым. Я спокойно могу наконец-то снять подключение без каких-либо ламп, потому что прошлые влоги были в таком не очень хорошем качестве, замыленные какие-то. А сейчас, мне кажется, хорошо, с хорошим освещением все выглядит четко и ясно. Так, это все, небольшое отступление. Надеюсь, видео было для вас интересным. Присоединяйтесь к каналу, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Тоже стараюсь там быть активной, полезной, скидывать всякие ссылки на телеграм-каналы, магазины и все такое. Хорошего дня вам, хорошего настроения. Всего доброго, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok